здравствуйте друзья с вами канал мой огород в эстонии вот собрала я брокколи а там еще ее куча не буду я больше столько сажать уже никто ничего не ест здравствуйте друзья с вами канал мой огород в эстонии снимать начала и увидела что кейл капусту кейл такую жесткую капусту съели а салат рядом стоит даже не попробовали а сейчас я хочу вам показать вот здесь у меня росла брокколи которую я уже собрала и вот там тоже и вот по краю у меня всегда посажен лук и под лук я тоже не отвожу специально грядку но конечно я не сажаю на зиму там на длительные сроки это чуть чуть я сажаю на зелень а потом когда уже подрастают другие культуры он у меня там остается и на головку идет это конечно не вариант для тех кто сажает на хранение на на долгое время у меня все тут по чуть чуть и вот такие луковицы в этом году ой вот но в этом году конечно ужасно сухо это просто вымотала поливать у нас до сих пор нет дождя так что такой вот так сказать лучок и что я вам хочу сказать сейчас самое время сажать дайкон редиску всякие брюквы овощи короткого дня но я не буду сажать я больше не хочу ничего поливать но земля не должна быть пустая в природе вообще не бывает периода такого что земля пустая принципе она всегда чем-то накрыта или старый листвой опавший листвой или травкой или снегом что-то всегда на земле лежит нельзя оставлять землю пустую и сейчас я сюда посею сидираты вот в таком виде я купила горчицу у нас конечно продается в больших наверное упаковках но это где-то в российских магазинах это горчица как приправа продается в отделах приправ в любом супермаркете и сейчас я посею сюда эту горчицу я посею просто хаотично можно рядочками а я посею вот так вот хаотично она очень хорошо улучшает почву вообще мы ее едим молоденькую она очень вкусная для нас трава она очень быстро и хорошо растет она у меня так и уйдет в зиму вот какая останется здесь на грядке такая и уйдет в зиму она весной и и практически не будет ее съедят наши любимые червячки до новых встреч